Привет, друзья! В прошлом видео мы начали говорить о танковых козырьках, их целесообразности, истории возникновения и рассмотрели самые изощренные примеры полевого мангалостроения, включая нашумевший царь-мангал из Красногоровки. Сегодня мы продолжим эту тему, потому что у танка-черепахи, как его называют еще на западе, появились и последователи. В частности, буквально на днях интернет поразил вот этот экземпляр царь-мангала, выглядящий как нечто, вырвавшееся из ада, ну или хотя бы со съемок Безумного Макса. Что же это, черт побери, такое? И зачем оно нужно? Давайте порассуждаем в этом видео. Как ни крути, война является сильнейшим катализатором развития вооружений и военной техники, поэтому на ней царят далеко не те средства, на которые еще совсем недавно возлагались большие надежды. Да, без традиционных артиллерии, авиации или бронетанковой техники никуда, но порой война меняет вектор развития технологий настолько, что еще вчера перспективному приходится уступить место чему-то абсолютно другому, порой и совершенно нелепому, но тому, что работает здесь и сейчас. Пусть даже раньше ничего подобного вообще не рассматривалось к применению на практике. Ярчайший пример этой войны – танковые козырьки или мангалы, с историей возникновения и применения которых, как я уже говорил, мы подробно знакомились в предыдущем выпуске. Дело в том, что ранее считалось, что основную опасность для танков представляют противотанковые ракетные комплексы, ПТРК, особенно работающие противотанковыми управляемыми ракетами, птурами, самонаведением. Именно под них активно разрабатывались комплексы активной защиты КАЗ, вроде Дрозда, Арены или Афганита. Это если говорить о советско-российской ветке танкостроения, так как есть еще и израильский Трофи, используемый на многих западных машинах. Со своими разработками там как-то не срослось, и все они ушли в небытие, но сегодня не об этом. По-прежнему актуальна и угроза, исходящая от бронебойно-оперенных подкалиберных снарядов, бобсов, против которых конструкторы максимально усиливали броню и совершенствовали ДЗ. В этой области тоже удалось достигнуть значимых высот, а что оказалось в итоге? А в итоге вышло так, что угроза традиционных средств поражения бронетанковой техники, значительно уступает той угрозе, которая в реальности исходила от нового вызова. Маленьких, пластмассовых, вечно жужжащих и досаждающих квадрокоптеров, тех самых ФПВ дронов и дронов Камикадзе. Мало того, что они дешевы, так еще и собрать их можно в любом подвале из подручных запчастей, заказанных на Алиэкспресс и не только. Война же – это битва экономик, и деньги, большие деньги. Бюджет же у сторон рано или поздно истекаем, поэтому когда в Шахет, он же Герань, прилетает ракета ПВО, стоящая в 10-20 раз дороже, и которых банально меньше выпускается. Это грустно, но когда танк стоимостью от 3 до 8 миллионов долларов поражает дрон за 500 баксов, это вообще печально. Поэтому срочно нужно было что-либо предпринимать. Не пришлось долго ждать, как танки начали еще больше обрастать противокумулятивными решетками и еще плотнее покрываться динамической защитой, включая плотное обволакивание таких уязвимых зон, как маска пушки или надгусеничные полки. А от атак в верхнюю полусферу широкое распространение получили так называемые козырьки, или в простонародье – мангалы. И пусть изначально они задумывались как кустарная защита от ПТРК, атакующих крышу вроде Джавелин или Энлау, они действительно помогали с плюс-минус хорошей эффективностью, спасая жизни танкиста, но по-настоящему их потенциал раскрылся в другом – в борьбе с дронами. Разумеется, козырьки, особенно в первых вариациях, не обеспечивали стопроцентную защиту, так как перекрывали далеко не все уязвимые зоны танка, куда мог бы направить ППВшку ее оператор, а потому со временем они начали расти. Так чуть позже появились самые настоящие курятники, а потом козырьковую защиту вообще начали клепать на завода, при том некоторые модели танков, вроде Т-80, получали индивидуальные двойные козырьки из-за своей уникальной конструкции, так как им еще требовался дополнительный мангал для защиты воздухозаборника за башней. Но все же кустарные гении, будучи ближе к реальной практике, все равно оказались впереди, начав строить целые гаражи на гусеницах, настоящим апофеозом которых стали те самые царь-мангалы. По легенде, первый из таких построили и СТ-72, у которого заклинил механизм поворота башни, и поэтому полевые кулибины просто придумали, как можно использовать вышедшие из строя танк в деле. Но вряд ли даже они ожидали от своего детища того эффекта, который проявился на поле боя. Оказалось, что их сараю на гусеницах абсолютно нипочем атаки дронов. Он мог спокойно двигаться, не обращая на них внимания ровно так же, как пасечник среди ульев игнорирует летающих над ним пчел, протаривая при этом дорогу от мин с помощью прикрепленного дополнительно минного трала. Под своим куполом он также способен был перевозить десант численностью до 10 человек, которые могли высадиться через импровизированные ворота в задней части гаража, построенного над танком. Таким образом, штурмовики получали возможность оказаться в самом неподходящем месте, что обеспечивало эффект неожиданности. В общем, опыт оказался успешен, а потому уже сегодня, спустя всего около месяца после первого упоминания, царь Мангалов расплодилась не 2 и не 3, и возможно даже не 10 или 20. Эти машины уже были замечены на множестве направлений. Как минимум, они применялись на Красногоровском, Часовьярском и Авдеевском участках фронта. Притом, во время одной атаки могло действовать даже одновременно несколько таких сараев при поддержке еще и других машин. Последние также не боялись атак дронов, так как под куполами железных капутов по умолчанию была установлена еще и мощная система РЭП, обезвреживающая как самонаводящиеся боеприпасы, так и разрывающая каналы связи между дронами и оператором, благодаря чему те пачками падали в радиусе 100-150 метров от головной машины. Что делать с таким Франкенштейном, не совсем понятно, а потому не стоит удивляться, что они получили еще больший толчок к развитию. Очередную тревогу 5 мая забил военный обозреватель Форобс по имени Дэвид Экс, заприметивший на полях сражений новую ступень эволюции Царь Мангала. Да, обновленный Вархаммер 40 тысяч получил еще больше объемных решеток поверх своего домика, как еще один слой защиты от дронов, но также впереди себя. Он толкал грандиозную, просто адскую хероборину. На деле это минный тралка МТ-7, снятый в выгодном ракурсе, где он больше походит на дьявольский каток, которому дополнительно прикрутили еще электромагнитную приставку МТ. Принцип действия такой, трал едет впереди и набивает колею, при наезде катками на мину от взрыва раму подкидывают вверх, после чего груша, то бишь амортизатор трала, сжимается под воздействием взрывной волны, опираясь о корпус танка. Таким образом гасится энергия. Катки же находятся в свободном ходу, нигде не закреплены, а просто поддерживаются цепями. Стоит сказать, что КМТ-7 это действительно, пожалуй, самый суровый трал из всех придуманных, потому что те же КМТ-6, 8, 9 или 10 имеют в своей основе другой принцип. Они не взрывают мину прямо на ходу, а просто вскапывают их, откидывая как бы в сторону. К тому же дополнительно на новом Сарьмангале и его КМТ-7, как я уже сказал, установлена еще и электромагнитная приставка ЭМТ. Она по сути своей является самостоятельным минным тралом. Призванным для тралления противотанковых мин с датчиками цели, которые реагируют на магнитное поле танка. Два электромагнита ВМТ создают впереди себя фейковое электромагнитное поле, эквивалентное полю танка. Магнитные взрыватели мин на это реагируют и инициируют взрыв еще до того, как танк приблизится на опасное расстояние. Это дает возможность еще дистанционно уничтожать противотанковые мины, а что не взорвется, дополнительно обработая сокотком. В общем, комбинация весь поддейственная и не оставляющая минам шансов. Она еще больше укрепила мнение о том, что опыт царь-мангалов можно считать успешным и что они действительно способны решать задачи на сложившемся поле боя. Но перед тем, как мы начнем с этим разбираться, я бы хотел презентовать для вас проект «Совылмаш» – пример истинного патриотизма и веры в потенциал России. Это проект, который активно формирует культуру инвестиций среди обычных людей, показывая на практике, что в Россию можно и нужно инвестировать. Фактически, проект «Совылмаш» воплощает в жизнь указы президента о привлечении инвестиций и создании высококвалифицированных рабочих мест. Проект прошел все необходимые государственные экспертизы, включая научную, которая подтвердила инновационный потенциал технологии. Сама же технология «Совылмаш» может быть отнесена к категории «критической» и «сквозной», что свидетельствует о ее значимости и влиянии на развитие национальной экономики. «Совылмаш» будет производить высокоэффективные производственные линии собственной разработки, обеспечивать их пусконаладку, сопровождение, модернизацию, а также обучение и переобучение персонала-заказчика. К сожалению, успехи проекта и продвижение отечественных технологий вызывают бурное негодование конкурентов, что приводит к появлению негативных комментариев и заказных роликов, дискредитирующих проект. Однако, мы уверены, что истина не может быть скрыта. А проект «Совылмаш» продолжит путь к успеху, раскрывая все новые и новые возможности российского бизнеса и науки. Подробнее о проекте «Совылмаш» можно узнать на специально созданной для потенциального инвестора IT-платформе. Регистрация ни к чему не обязывает, но открывает доступ ко всем материалам. Все ссылки в описании. А вот еще один всплывший накануне «Царь Мангал» на основе Т-80БВ. В глаза бросается ангар, несколько более короткий в передней части. По всей видимости, это сделано для обеспечения большей подвижности орудия. На крыше установлена система рэп-лесочек и также смонтирован трал, на этот раз КМТ-6. Как отметил тот же обозреватель Forbes, тактика ВСРФ заключается в том, что танк с дополнительно импровизированной защитой и навесным тралом идет в голове колонны, расчищая путь для других боевых машин, возможно с десантом, прикрывая их собой от дронов и самонаводящихся птуров. От всего остального уже «Царь Мангал» страхует танки и следующей с ним группы. И так вплоть до самых позиций. Дальше дело за штурмовиками. Самое главное, что такая тактика дает возможность игнорировать ВПВшки, запускаемые буквально тысячами. Ранее они полностью лишали штурмовые подразделения поддержки бронетехники. Вспомните опыт ВСУ в Работино, или же ВСРФ в Новомихайловке, Маринке и так далее. Брони ни у кого не было. А ведь она может прикрыть собой или подавить, к примеру, неприятельский пулемет. Поэтому действовали малыми группами без прикрытия на свой страх и риск. Теперь же благодаря «Царь Мангалам» снова появилась возможность двигаться с механизированными колоннами, что переписывает ранее устоявшиеся правила игры. Также такие ангары удобны для ротации личного состава подвоза боеприпасов и эвакуации раненых. А это тоже залог выживания штурмовых подразделений. В общем, можно констатировать, что гаражи на гусеницах оживили застывший в одном положении фронт. Это лишний раз подтверждают цифры. Ведь 46% уничтоженной ВСУ техники – это жертвы ФПВ и дронов Камикадзе. Перехваленные же в начале войны ПТРК, тихо булькнув, обеспечили только 5% потерь. Джевелины оказались пейком. Они дорогие и их не хватает. Ну а у бога войны и артиллерии целый букет генетических заболеваний. В первую очередь, тугодумие и косоглазость. Плюс её тоже много где не хватает. И знаете, какая история со снарядами? Противопоставить же ФПВ можно только два довода – скорость или броню. Первое сейчас прорабатывается, а второе – это тот самый железный капут. Да, возможно, тупиковая ветвь эволюции. Наверняка скоро придумают методы противодействия, но главное – такие конструкции напрочь убивают заложенный в танке потенциал. А значит, требуется более технологичное решение для борьбы с дронами, которые не будут так минусить боевые качества. Так какие же основные недостатки есть у царь-мангалов? Ну, во-первых, полностью закрытый стальными листами танк может поворачивать ствол лишь на 20-25 градусов, что превращает его в медлительную и неповоротливую САУ, не способную быстро ответить на возникающие угрозы. Во-вторых, если у пушки ограниченный сектор стрельбы, то и сектор обзора тоже соответствующий. Первичное целеуказание в такой ситуации должны подсказывать штурмовики, или же корректировка с беспилотника. Нормальный же обзор тут только в передней проекции и полностью отсутствует по бортам. У мехвода примерно та же история. И судя по некоторым кадрам, царь-мангалы действительно следуют к цели по радиосигналу, фактически на ощупь. Впрочем, возможно, где-то и ставят камеры, что ситуативно решает проблему, пока те не снесло в бою. Ещё один фактор риска связан с эвакуацией экипажа. Если технику подобьют где-то в поле, то выбраться из-под завалов собственного сарая будет намного сложнее. Также тот же Девят Экс сетует, что громоздкость конструкции отразилась на скорости и манёвренности, но тут он слегка лукавит. Веса от такой импровизированной брони сильно не прибавляется, поэтому машины остаются почти такими же подвижными. Другие указывают на хлипкость навесных конструкций, но ведь всё, что от них нужно, это взводить долетевшие к ангару беспилотники раньше, чем те достигли бы слабых зон танка. Не забываем, что под ангарной оболочкой скрывается полноценный танк, который достаточно хорошо подготовлен к противостоянию всем известным средствам поражения. Взрыв же мелкой гранаты не в слабой зоне, а в случайном месте ему никак не страшен. В теории, к этому практически слепому танку могут подобраться штурмовики противника и банально забросать гранатами. Или же в бой с царь Мангалом мог бы вступить тот же Леопард, Бобсом плевать на все надстройки. Но это редкий зверь, который есть далеко не в каждом подразделении, плюс танки сараи никогда ещё не действовали в одиночку. ПТРК тоже никто не отменял, но всё же им будет трудно, так как царь Мангал – это по сути разнесённая броня с разнесением больше метра. А это сильная преграда даже для тандемных кумулятивных средств, которые пока ещё не проектировались под такие конские промежутки между преградами. Получается, что царь Мангал – это действительно вундерваффе. Да, скорее всего, ситуативная и актуальная именно на данном этапе. Но именно благодаря этим навесам танки получили какой-никакой глоток свежего воздуха, ведь годом раньше им не оставалось другого выбора, как просто работать из закрытых позиций, как САУ. Теперь же танк – снова орудие прорыва и наступления. Именно наступление. Потому что все сливки от их применения в основном снимает наступающая сторона. Для обороны они почти бесполезны, разве что активно и с контратаками. Поэтому все мировые издания сейчас бьют тревогу. Царь Мангал – это огромный и неожиданный вызов. Посмотрим, что будет дальше. И я обязательно буду держать вас в курсе в своих новых видео. Подписывайтесь, чтобы не пропускать новые выпуски. И ставьте лайк под этим, если вам понравились мои скромные рассуждения. Всем здоровья, мира, всех благ и до скорого. Субтитры подогнал «Симон»!